В целом пандемия не сильно повлияла на уровень безработицы в Латвии. Она выросла всего на 2% пункта, до 6%. Однако по одной возрастной группе нанесен ощутимый удар. Это молодые люди в возрасте до 30 лет. В новой серии интернет-проекта «Клетка» на ЛТВ эксперты сделали вывод, что возможности работы молодежи в большой степени связаны с качеством образования. Чем лучше образование, тем меньше риск безработицы. Наибольший спад числа занятых под влиянием пандемии пережила сфера обслуживания предприятий общественного питания и гостиничный бизнес. Это отрасли, в которых часто работает молодежь, совмещая заработок с учебой. В кризисный момент работодатель оценивает, каких кадров удержать и кого отпустить. Это те, у кого меньше опыт или хуже образование. Те, кого быстрее всего можно заменить. Экономисты указывают, связь между уровнем образования и будущими доходами больше не нужно доказывать. Это факт. Поэтому очень маловероятно, что удаленная, зачастую менее качественная учеба, пойдет во благо нынешним школьникам и студентам. Если и учителя, и система образования вовлечены, то, наверное, еще что-то можно спасти. Но есть риск, что будущие возможности труда и уровень доходов будут нарушены, и они будут хуже, чем у тех, кто не учился во время пандемии. К тому же качество образования имеет особенную важность именно в условиях экономического кризиса. Когда все остальные факторы, которые влияют на уровень доходов, такие как опыт работы, отрасль, профессия, регион, возраст, пол, у жителей с высшим образованием доходы все равно на 48% выше. В Европе наблюдается тенденция, когда работодатели принимают молодых людей на неоплачиваемую практику. И хотя молодому человеку сложно обойтись без зарплаты, он продолжает практику ради будущего. Здесь не идет речь только о политике, которую нужно улучшить для трудоустройства большего числа молодежи. Это неправильно думать, что молодых людей без договора можно задействовать дольше, можно принимать их на практику или что-то подобное, что не является настоящей работой. Нам нужно бороться против этой культуры, которая вносит неясность. В среднем каждый год качественного образования после окончания средней школы прибавляет к будущей зарплате 9%, подсчитали экономисты. В Латвии работает программа «Молодежная гарантия», которая дает возможность девушкам и юношам без высшего образования бесплатно получить необходимый рынку труда профессии.